Внимание! Пришло время подумать о лучшем новогоднем подарке в твоей жизни. Мы имеем возможность из обычной водопроводной воды сделать тот лекарственный эликсир жизни, который помогает избавиться от колоссального количества болезней и сохранить таким образом нормальное рабочее состояние всех жизненно важных органов. Я знаком с процессом ионизации с 1982 года. Я продлил жизнь своей матери именно благодаря щелочной воде. Она потихоньку ушла от всех этих корвалолов и прочих препаратов, которые снижают давление, и таким образом благополучно прожила до возраста 95 лет. Только в декабре и только первых 100 покупателей ионизаторов воды Аквавита по специальной новогодней цене всего 299 евро будут вознаграждены тремя прекрасными ценными подарками. Новым ионизатором-очистителем воздуха, чтобы воздух в вашем доме был чист и полезен, как в сосновом лесу. Книгой о живой и мёртвой воде и PH-тестером для проверки качества вашей воды. Если вам хочется очистить свой организм от шлаков и токсинов, усилить свой иммунитет, позвоните прямо сейчас по телефону 66-77-88-77 и закажите ионизатор воды Аквавита на бесплатный тестовый период 30 дней. Пусть праздник будет радостным, а вы всегда здоровым! Перспективы для успешной карьеры Работа в международной команде Уверенность в своём будущем Поиск и принятие нестандартных решений Это Балтийская Международная Академия Мы сделаем всё, чтобы вы были готовы к завтрашнему дню Здравствуйте! В эфире Курзамское телевидение, а вы смотрите новости Венсполса. В следующих 30 минут с вами в студии буду я, Диана Олехнович. В январе одной из обсуждаемых тем в Венсполсе было влияние азартных игр и размещение игровых залов в городе. Две компании, Джокер ЛТД и Фурорс, подали заявку на расширение своего бизнеса в Венсполсе. И согласно обязательным правилам Венсполской городской думы, отдел экономики организовал общественное обсуждение. Компания Джокер ЛТД обратилась с заявлением о выдаче разрешения на открытие мест приема ставок тотализатора в Венсполсе по улице Култгас 15, Саула 79, проспект Лелайс 56 и улица Лайдатая 26. Во всех этих местах уже есть действующие горные залы. И таким образом компания Джокер ЛТД планирует расширить свою деятельность. Тотализатор – это возможность сделать прогноз различных спортивных событий, тем самым повысить свой интерес к спорту и следить за результатами своих любимых команд и спортсменов, а также почувствовать азарт и в случае удачи выиграть деньги. В свою очередь предприятие «Фурорс» планирует открыть новый центр отдыха и развлечения в Парвинсе по улице Страдыня 7, пустующем многие годы здании, где раньше располагался ресторан «Каравелла». Для жителей Парвинта один из плюсов – реконструированное здание. Я даже надеюсь в дальнейшем, что оно сможет претендовать на какой-то приз в архитектуре. Сейчас это здание руины и надо привести в порядок прилегающую территорию. Также это 12 новых рабочих мест для жителей Венсполса. В принципе, будет и вклад в городской бюджет в виде налогов. В новую клондайку мы планируем вложить около 500 тысяч евро. И, скорее всего, реконструкцией займутся венсполские компании – строители, дизайнеры, художники. Это будет отличным местом отдыха с большим количеством различных услуг. В клондайке уже по классике должны быть бильярдные столы, должны проходить различные турниры, должен быть продуманный и современный бар, должна быть живая музыка и веселые вечеринки для тех, кому 30 и для тех, кому 50 лет. И совсем небольшая часть здания будет отдана под игровой зал, как и в клондайке на улице Ганнибу. Из 14 тысяч квадратных метров только на 100 расположены игровые аппараты. До 31 января венсполчане могут высказаться о выдаче вышеупомянутых разрешений на венсполском портале «Венсполс.лв» в газете «Венсполс.лв», на их портале «Венсполском центре туристической информации на первом этаже», «Венсполской городской думе», а также отправив свои комментарии на электронную почту «экономикос.венсполс.лв». Также каждую неделю проходили общественные обсуждения. Чтобы поддержать или нет коммерсантов, мы очень хотим услышать мнение жителей, чтобы у всех жителей была возможность высказаться публично. Потом мы суммируем всю информацию, полученную за 4 недели общественного обсуждения. На одно такое обсуждение, которое проходило во вторник в Парвинской библиотеке, пришли жители Парвинты дома по улице Лодота, где на первом этаже находятся сразу два игорных зала, одно из которых принадлежит компании «Джокер ЛТД». Жители жаловались на шум в ночное время, на непристойное поведение посетителей и на то, что и посетители, и охрана заведений курят прямо под их окнами. Хоть подобные жалобы не относились к выдаче разрешения на дополнительное открытие мест приема ставок тотализатора, представители Венсполской городской думы и компании «Джокер ЛТД» приняли их к сведению. Сегодня была очень хорошая возможность для жителей без посредников передать свои претензии коммерсанту. Мы это зафиксировали, и представитель фирмы сможет передать всю информацию вышестоящим или ответственным лицам, чтобы продолжить диалог с жителями и решить эту проблему. Сегодня во время общественного обсуждения услышали много советов от жителей, как нам улучшить работу наших филиалов в Венсполсе. Конечно, примем к сведению, я передам все ответственным людям, и будем думать, как решить эти проблемы. Стоит отметить, что по закону 25% налога на азартные игры идут в бюджет тому самоуправлению, на территории которого действует игорный зал. Таким образом, в бюджет венсполского самоуправления могут поступать и дополнительные средства, которые можно будет использовать на нужды гаражам и развития города. И если кто-то из жителей еще не высказал своего мнения по поводу выдачи Венсполской городской думы и вышеупомянутых разрешений, может это сделать до конца этой недели. На очень важны мысли и мнения каждого венсполчанина. Все мнения мы суммируем и передадим комиссии по лицензированию. Дальше этот вопрос будет передан в городскую думу на рассмотрение депутатов. Венсполский детский сад «Радуга» на своем примере показывает, каких результатов можно добиться при правильном построении отношений между родителями и садиком. Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего будущего. И взаимодействие родителей и дошкольного образовательного учреждения очень важно для всестороннего развития ребенка. Эту простую истину хорошо знают в детском саду Варавиксна, руководство которого каждый год придумывает что-то новое, чтобы привлечь родителей к активному участию в повседневной жизни их ребенка. До сих пор у нас были классические дни открытых дверей, но они отслужили свой срок. Мы подумали, что надо что-то менять в сотрудничестве с родителями. Плюс появилась проблема. Обычно такие мероприятия проходят в утреннее время, и не все родители могут попасть на них. Сегодня у нас второй этап – посиделки с бабушками и дедушками. Осенью были вечерние посиделки с родителями, и, как показал опыт, намного больше родителей смогли прийти. Мероприятие «Вечерние посиделки» проходило на определенную тему. Почему еще именно вечерние посиделки? Так сложилось исторически. Наши предки проводили осенние и длинные зимние вечера, распевая вместе песни, рассказывая стихи и отгадывая загадки. Сегодняшние вечерние посиделки у нас посвящены Дню свечей. Кто-то выливает свечи, кто-то делает свечи из других материалов. Также чтение и постановка сказок происходят. Ведь обычно именно бабушка и дедушка – те, кто больше читают сказки детям. На протяжении всей недели в садик приходили и родители, и дедушки с бабушками, и даже прабабушки. Я пришла к своему внуку в группу бабочек. Вчера была в группе мышат у внучки. Потому что получила от них приглашение на вечерние посиделки. Я знала, что следует обязательно прийти, потому что дети очень ждут. Они сами сделали приглашение и вручили его мне торжественно. И очень-очень просили прийти. Как же я могла отказать? Вчера выливали свечки, слушали, что дети узнали о свечках и о таком празднике, как День свечей. Сегодня вот с внуком поигрались, разогрелись, и сейчас делаем свечи. Такие посиделки и Дни открытых дверей – это не единственное мероприятие в детском саду Варавиксны, в которых активно принимают участие родители и члены семьи. Мы отозвались на акцию для «Чистой Латвии» и в октябре начали собирать макулатуру. Конечно же, не было бы возможным собирать макулатуру без участия родителей. Мы рассказали детям, что мы делаем, зачем и чего хотим добиться. Они у нас стали образованней в плане природоведения. И знают, что деревьев меньше будут вырубать, ведь можно переработать макулатуру и получить снова бумагу. Мы заметили, что и родители, в свою очередь, подошли с азартом и начали даже соревноваться между собой, кто больше привезет. И так в декабре нам удалось подняться до третьего места среди 409 образовательных учреждений. Таких высоких результатов смогли добиться только благодаря активности родителей. У нас и лидер есть – это семья Подревец, которая принесла 1795 килограммов в 100 граммов. Правда, за время праздников и каникул показатели немного упали. И сейчас детский садик Варавиксна на шестом месте. Мне кажется, это все равно очень высокое место среди такого большого количества учреждений. Работа продолжается, и когда прибавят уже сданные нами пять новых поддонов, я думаю, мы снова поднимемся выше. Так как акция продолжается до 14 марта, у нас есть все шансы добиться желаемого результата. Главные цели уже достигли. Дети знают об окружающей среде и о том, как можно о ней заботиться. А вообще мы поставили себе цель. Мы хотим претендовать и стать эко-садиком. И я надеюсь, мы им станем. Одной составляющей программы и был сбор макулатуры, поэтому мы в этом году решили попробовать свои силы. И как отмечает заведующая Кристин Бойтмана, это не последнее подобное мероприятие. С осени Венсполска детской библиотеки осуществляется цикл мероприятий «Книжный старт», направленный на содействие формирования интереса к чтению среди трех-четырехлетних детей. В рамках проекта малыши школы «Совышек» вместе с родителями или дедушками и бабушками не только читают книги, но и принимают участие в интерактивных занятиях. В этой своеобразной школе состоялся первый выпускной. Проект «Книжный старт» создан Латвийской национальной библиотекой, которая предложила принять участие в нем всем библиотекам страны. Венсполская библиотека при поддержке местного самоуправления начала осуществлять проект осенью прошлого года. Цель проекта – формировать интерес к чтению у маленьких детей и показать им дорогу в библиотеку в книжный мир. Раз в месяц проходили встречи как в главной, так и в Парвинской библиотеках. Цель – трех-четырехлетних детей вместе с родителями, с семьей завлечь в библиотеку, показать то, что в библиотеке много возможностей побыть вместе с ребенком. Главная цель – провести вместе время, почитать, может, уже давно забытые книги, новые книги. И главное, что это абсолютно бесплатно. В отличие от других библиотек, в Венсполсе в первый раз прошли четыре встречи, которые провели работники этого учреждения, читая вслух книги и организуя занимательные занятия для малышей и тех, кто с ними пришел. Интерес проявлен довольно большой. Всего заявились 32 ребенка, но до конца дошли 26, так как по условиям проекта надо было посетить все занятия. Мы были приятно удивлены, как много семей это выдержали. В школе «Совышек» прошел первый выпускной, и малыши и их родители получили подарки, которые им в дальнейшем пригодятся. Мы выдали дипломы об окончании школы. В комплекте была вот такая сумка «Совышки», в которой лежала первая книга ребенка, информационный материал для мамы и игрушка. Ведь они все-таки еще маленькие. В заключении прошла лекция о формировании интереса к чтению у детей. К собравшимся обратилась доктор психологии, известная в свое время актриса Диана Занде. Она подчеркнула, что в возрасте 3-4 лет ребенок старается познать все новое. Именно в это время он готов учиться, а значит, настал момент знакомиться с буквами и открывать мир книг. Чтение, как и обучение ходьбе, начинается с маленьких шажков. И эти шаги мы, родители, делаем каждый день, читая детям книги, показывая картинки в книге, читая стихи. Все это начальный этап. Чтение – один из главных помощников в процессе познания в любом возрасте. Молодым родителям стоит задуматься о том, как приучить ребенка читать. Этот навык поможет ему в дальнейшей жизни. Если ребенок не будет читать, ему в дальнейшем будет сложно получить информацию по различным мировым вопросам. Мы каждый день читаем, только не обращаем внимания, сколько мы читаем. Для детей чтение важно не только для того, чтобы учиться в школе и понимать математику, физику, латышский язык и другие предметы. Чтение формирует его речь, словарный запас, развивает мышление, фантазию. И в конце концов он может, прочитав, узнать опыт других людей и общаться с ними. Ведь чтение и письмо идут рука об руку. Современные родители и дети большое внимание уделяют технологиям. Это неплохо, говорит Занда. Главное – уметь их правильно применять. Я не хочу сказать, что современные технологии мешают. Планшеты – это хорошая вещь. Но если ребенок в два года пользуется планшетом, чтобы просто потыкать, чтобы маме не мешал, это плохо. А если мама или папа показывают программы, которые соответствуют возрасту, и время ограничено, и он это делает вместе с мамой, то это прекрасный способ освоения каких-то навыков, например, чтения или какой-то информации. Занятия в школе Совышек завершились, однако Венсполская библиотека планирует продолжать начатое. В феврале по субботам молодых родителей с их малышами вновь будут ждать в главной и Парвинской библиотеках, чтобы все вместе с пользой проводить время, читая, танцую, работая руками. А школа Совышек свои двери распахнет в сентябре. За несколько дней расстоял снежный покров, составляющий в Венсполсе несколько десятков сантиметров и доставивший хлопот коммунальному службам, а любителям зимних видов спорта и детям принесший немало радостных минут. Как только выпал снег, предприниматели на селе предложили новый вид услуги – катание на санях. Как только в Венсполском крае выпал снег, в хозяйстве Демора для своих нужд и на радость гостям стали использовать сани. Всего у Гелинты 16 лошадей, в большинстве своем предназначенные для конного спорта и тренировок. Надо заниматься тем, что имеет спрос, что хотят люди. С одной коровой и свиньей далеко не уедешь. Сам, конечно, поешь, но это и все. Гелинта и Артур занимаются коневодством, а снежная зима отдала еще одну возможность разнообразить свою деятельность. Тренировки и прогулки на лошадях сменились прогулками на санях. Кони – это самые различные возможности. Можно участвовать в соревнованиях, преодолевать препятствия, дети тренируются. Можно кататься на санях, а летом в коляске катаем туристов. Также коней можно использовать для ипотерапии, что хорошо для детей-инвалидов. Впервые выпало достаточно снега, чтобы собаки породы хаски, которые просто обожают это время года, смогли несколько раз в день продемонстрировать свои издовые способности. Люди хотят отдохнуть, и не надо ехать в Альпы за острыми ощущениями. Здесь все это можно испытать. А летом мы катаем на коляске. Собачий парк разместился на бывшей школьной территории. Проложено две трассы, покататься по которым приезжали со всей Курзумы – и из Лепа, и из Кулдыги, и из Сталсы. Не всегда скорость большая. Это зависит от состояния снега. Да и собаки могут себя чувствовать по-разному. Самой старшей нашей посетительнице была 80 лет. И она так громко не кричала, как ее внучки. Юрий с супругой приехал из Кулдыгского края, из Иванды. Помещения Азерской школы простаивали, поэтому теперь здесь, основываясь на христианских ценностях, создан Центр поддержки людей, попавших в кризисную ситуацию. Некоторые люди просто не умеют даже оплачивать счета. Примеры разные. Кто-то набрал телефонов, компьютеров, разное в кредит. Запутался в жизни, и начались проблемы. Кто-то не умеет даже есть готовить. А кто-то пьет, потерял семью. Это первое, кого я замечаю, и кому нужна моя помощь. Первый дневной центр был создан в Кулдыге. Сейчас попавшим в кризисную ситуацию людям помогают с помощью трудотерапии. Например, они заботятся об этих очаровательных собаках, которых здесь более десятка. Они все социализированы. Дети приходят, гладят их. Это мальчик, его зовут Уна. Он очень хороший бегун. Лучший из всех хаски. Он к нам попал из Лепая. Одна девушка не справлялась, он жил в приюте. Он бежит впереди. Это Флекия. Ее мне подарил друг. Она вместе с Суно бежит впереди. Мы смотрим, кого ставить вперед. Все зависит от их скорости. Надо выдерживать заданный темп. Этой породе собак доставляет удовольствие пробежать кружок и прокатить людей. Когда много снега, каждая собака задействована на самое малое – три раза в день. Это местные сани. Они изготовлены в Кулдыге. Вот эти спортивные. Они скоростные, довольно легкие. Только один человек может на них ездить. Встаем, немного согнув колени, чтобы равновесие удержать. На повороте тянем в ту сторону, куда хотим повернуть, как мотоцикл или другое транспортное средство. Когда собаки бегут, ты их никак не остановишь. Но затормозить можно. Мы заканчиваем поездку во дворе. Нажимаем на тормоз. Если ты перевернулся, собаки не остановятся. Надо попытаться обратно встать на сани. Поэтому важно не отпускать руки, иначе пойдешь домой пешком. Но зима снегом курзам и не жалуют часто. Порой за зиму собакам удается выполнить свои функции всего пару раз. Я думал о том, что можно было бы уезжать на месяц туда, где есть снег. Например, в Резакне или Даугавпилс. Главное, чтобы был снег. Если снег два дня за год, ни они, ни мы не задействованы. Просто кормим и содержим собак, и все. В последние годы сельский туризм больше ориентирован на услуги по предоставлению ночлега и питания. Популярные сельские бани. А снежная зима позволила предложить новый вид отдыха. Где-то можно покататься на лыжах, где-то на снежных мотоциклах. Жители Курзмы с надеждой изучают прогноз погоды на февраль. А вдруг вновь выпадет снег, и можно будет весело провести время. Венсполские баскетболисты на этой неделе в Антверпене потерпели обидное поражение. Проиграв клубу «Джайенс» всего два очка. А впереди очень важная игра с болгарским клубом, где Венсполсу нужна лишь победа. Обо всем об этом подробнее в следующем сюжете. Уже в начале матча баскетболисты из Антверпена стремительно набрали преимущество в 11 очков. И первая четверть завершилась счетом 23-14. Во второй четверти из-за травмовой площадку покинул венсполчанин Артем Бутенков. И наши баскетболисты допускали много ошибок. Неточно реализовывали броски и проигрывали в борьбе под корзиной. После перерыва неточность в бросках стала преследовать и хозяев площадки. К тому времени пятое замечание получил один из лидеров венсполского клуба Жанни Спейнер. Но, несмотря на это, венсполчане стали понемногу отыгрываться. Лидерскую позицию перенял на себя Кристо Пьянченок, удачно реализовав в третьей четверти четыре дальних броска. И перед решающей четвертью нашим баскетболистам удалось сократить разрыв по очкам до счета 57-59. Четвертую четверть венсполчане начали активно. Однако Кристо Пьянченок получил второе неспортивное замечание, и ему пришлось покинуть площадку. Благодаря удачно реализованным дальним броскам Демьера Пита и Мариса Гулбиса, венсполчанам удалось вплотную подобраться к соперникам. И за 14 секунд до конца матча разрыв был лишь в одну очку. К сожалению, наши баскетболисты ошиблись на последних секундах, и в результате – обидное поражение со счетом 78-80. Эта игра была очень важной для нас и для бельгийцев, поэтому баскетболисты обоих клубов были нервозными. Первые две минуты мы не завоевали ни одного очка, а бельгийцы играли агрессивно. Мы просто не поспевали за ними. Хотели положиться на свое мастерство, а не на борьбу, но в этой игре следовало и поддерживать борьбу на высоком уровне, чего не было в первой половине матча. На перерыве обговорили все и в раздевалке, и баскетболисты поняли, что нужно делать на площадке, чтобы победить. Но мы не смогли полностью перенять игру, и бельгийцы победили. В завершающем матче второго этапа, который состоится 3 февраля, против болгарского клуба «Лукойл Академик» венсплсчанам нужна будет только победа. Если в последнем этапе чешский клуб «Нимбург» победит «Анферпен», а венсплсчане проиграют, то «Бэка Венсплс» останется вне плей-оффа. У нас еще одна возможность – через неделю игра с болгарами, и нам следует играть в два раза лучше, так как и болгары неплохо себя показали дома. Болгары – типичная домашняя команда, и нам нужно быть лучшими во всех компонентах игры, не только технически и тактически, но и в плане ответственности и характера, так как это последняя игра в этой группе. Сегодня венсплсчанские баскетболисты в рамках турнира Латвийской баскетбольной лиги принимают у себя команду из Огры. И это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и приятных выходных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Перспективы для успешной карьеры. Работа в международной команде. Уверенность в своем будущем. Поиск и принятие нестандартных решений. Это Балтийская международная академия. Мы сделаем все, чтобы вы были готовы к завтрашнему дню". Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова